Строительные леса паутиной поднимаются от земли до самой крыши. Рабочие ремонтируют фасады. Эти многоквартирные дома на улице Крымской давно нуждались в реконструкции. Жильцы исправно вносили средства в фонд капремонта и в этом году объекты попали в краевую программу. Специалистам осталось делать отмостку и входные группы. Также будут заменены лифты. Лифты чьи у нас? У нас Кахман, это Крымск, да, местный, ну, Краснодарский край. Оборудование. Все четыре с ним отработали? Все четыре лифта? А, да-да, он один на своем оборудовании, а НАПУ закрыл по ремонту лифтового. Это принципиально важно, Артем Александрович. Мы в рамках выполнения губернаторской политики по поддержке местных краснодарских товаропроизводителей. Вот лифты – это очень яркий пример взаимодействия нашего краевого бюджета, наших местных подрядных организаций, местных производителей и по всем остальным. Я тоже очень прошу на будущие периоды, когда вот, ну и фонд капитального ремонта, у них есть соответствующее распоряжение, руководителя, и вас прошу, вместе при формировании там технического задания, при помощи, значит, в подборе, может быть, даже и под этих подрядных организаций, поставщиков, поделять внимание именно краснодарским производителям. Уже заменили лифтовое оборудование в доме на улице Ивана Голубца, 103. Сейчас здесь также обновляют фасад. Цвет подрядчик согласовал с жильцами. В целом, анапчанам не безразлично, как будет выглядеть их территория. Они регулярно принимают участие в субботниках. Придомовая территория даже заняла первое место на конкурсе «Самый уютный дворик». Все, что вы здесь видите, во дворе сделано руками жителей. Все. Каждый кусочек, каждое дерево, каждый кустарник. Ну, спасибо управляющей компании, помогают, чтобы не сказали, чтобы не попросили. То есть мы общаемся... Это самый правильный пример взаимодействия жителей и управляющих компаний. Ну и самое главное, это очень хороший и правильный пример, как должны работать наши органы ТОС. Я к вам с большой благодарностью за то, что вы объединяете и слушаете таким правильным дипломатическим коммуникатором между властью, между жителями, между управляющей компанией. Молодцы. Действительно видно. В этом году в Анапе по программе капремонта будут реконструированы 34 многоквартирных дома. А общая сумма, направленная на работу, составляет свыше 250 миллионов рублей. Ремонт включает в себя обновление фасадов, внутридомовых инженерных сетей, лифтов и крыш. Сейчас специалисты идут строго по графику без отставаний. Никита Васюхин, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.